Сигнал о том, что у владельца автомобиля есть долги, вычисляет аппаратно-программный комплекс дорожный пристав. На экран монитора выводятся данные неплательщика. Номер авто сообщают сотрудникам госавтоинспекции. Р-916 ВО Рено. Задолженность по штрафам за нарушение правил дорожного движения, кредитам, долги по алиментам и коммунальным услугам. Вся эта информация проверяется по базе судебных приставов. Если неуплата подтверждается, водителю предлагают погасить долг на месте. В противном случае производится арест автомобиля. Чтобы получить авто назад, у неплательщика есть 10 дней. За это время нужно оплатить долги, иначе машина будет выставлена на продажу. Этот водитель должен банку больше 200 тысяч рублей. На вопрос, почему не выплачивает кредит, отвечать отказался. Дорожный пристав ищет нарушителей на дорогах города и района с декабря. За это время судебные приставы арестовали порядка 10 автомобилей и взыскали свыше 600 тысяч рублей. С каждым днем все больше увеличится количество протоколов, правонарушений автомобилистами. Но граждане не спешат оплачивать их, и то есть не чувствуют ответственности наказания за совершенные правонарушения. Чтобы наказание было неотвратимым, и каждый все-таки платил за то, что он совершает. Для этого и принимаются данные меры. В день аппаратно-программный комплекс может выявить около 40-50 машин-должников. В том, что такая мера в борьбе с должниками необходима, уверены и сами водители. За судавством не шутят. Должников надо наказывать. Программа эффективна, выставляют камеры, я видел уже неоднократно, и «Газель» выставляют. То есть я считаю, что это эффективно. Налоги – это же наша жизнь, наше будущее, наши дети. И как-то надо поддерживать оплату бюджетников. Я думаю, живешь государством, и надо платить. Проверить наличие задолженности можно на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области. Его адрес – r31.fssprus.ru. Чтобы избежать неприятного общения с дорожным приставом, сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют платить по счетам вовремя. Диана Галединова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.